Елизавета Лапшина из набережных Челну. В крымском лагере она отдыхает не первый год. По словам школьницы, смена на Черноморском побережье помогает не только завести новых друзей, но и раскрыть творческий потенциал. Она приняла участие в карнавале и сама смастерила для себя костюм королевы. Вот от слова «Черноморец» бегут мурашки по коже и очень хочется сюда вернуться. Я уже сюда езжу не первый раз. Мне очень все нравится. Еда, просто самые лучшие вожатые организации, директора лагерев разных. Я бы хотела еще посетить много лагерей, все, которые есть от Черноморца. Потому что каждая смена по-своему особена. Пока от них готовились к карнавалу, другие создавали шедевры на асфальте. Маратыш Мухаммедов вместе с ребятами решил изобразить парашютиста. Мы с нашим отрядом решили нарисовать мелками такую вот интересную композицию, где изображен парашютист, спускающийся на нашу необъятную землю, в центре которой, как всегда, находится Россия. Для чулнинских и других ребят подготовили различные мастер-классы по стрельбе из лука и по игре Тегрэгби, рисованию и 3D-моделированию. Сейчас мы ему еще сделаем мордочку. Большое внимание уделялось и подготовке педагогического персонала. В рамках школы будущие вожатые, помимо психологии и оказания первой помощи, обучались тонкостям работы на море. Если ты вкладываешь в детей свои эмоции, настроение, радость, то в ответ ты получаешь то же самое. Есть очень хорошая фраза, что вожатый – это отражение детей, а дети – это отражение вожатого. Всего за три летних месяца здесь планируют отдохнуть более 5000 детей со всей России.